И мы начинаем с главного. Ферросплавный завод вновь в центре внимания. Все из-за того, что полномочный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов поддержал инвесторов предприятия. По его мнению, в проект вложены огромные средства и останавливать процесс нельзя. В последнее время сторонников завода становится все больше. Так, например, накануне стало известно, что правительственная комиссия, которая занималась этой ситуацией, также встала на сторону компании Чексу. Все подробности у Виталия Полякова. Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов встал на сторону Енисейского ферросплавного завода. Он даже готов стать третейским судей в конфликте краевой власти и компании Чексу. Кроме того, сегодня руководитель компании застройщика Виктор Хроленко прокомментировал выводы правительственной комиссии, которая фактически также встала на сторону ферросплавного завода. Бориса Титова президент назначил защищать права предпринимателей совсем недавно. На первой же своей пресс-конференции он принялся за дело. Заявил, что без промышленности развития быть не может и привел пример ферросплавного завода. Титов призвал все стороны конфликта сесть за стол переговоров. Сам уполномоченный готов стать посредником между противниками предприятия и инвесторами. Он уверен, что нужно достичь компромисса. В данном случае предлагаются очень крупные инвестиции, которые не так часто к нам приходят. Уже вложены огромные деньги. И вдруг, когда все документы уже подписаны, возникает такая реакция общественности. Останавливать процесс инвестиций нельзя. Иначе мы вообще остановим развитие промышленности в стране. В последнее время весы все больше склоняются в сторону компании Чексу. Накануне стало известно, что рабочая группа при правительстве России рекомендовала властям Емельяновского района выдать разрешение на строительство завода. Сегодня выводы комиссии прокомментировал генеральный директор компании Чексу Виктор Хроленко. Он также заявил, что готов сотрудничать с Борисом Титовым. Своды, какие сделала комиссия, они свидетельствуют, что по экологическим вопросам к нам не было приявлено никаких претензий. И, как я понимаю, что завод может быть построен. Предприниматель Жан Макарчан против строительства заводов и расплавов. Говорит, хоть предприятие и обещает выбрасывать атмосферу значительно меньше, например, краза. Это в любом случае дополнительная нагрузка на легкие. Если производство все же появится, необходимо максимально проследить, чтобы его очистные сооружения отвечали самым современным требованиям. Где нет экологии, там сложно делать и бизнес, и инвестиции делать. Потому что люди могут брать из данных районов или из городов просто начинать уезжать в другие, более безопасные, более экологичные места. В последнее время будто совпало с инвесторами в крае, особо не церемонится. Чексу не дают построить ферросплавный завод. Русской платине препятствует в освоении таймыра и в заведении металлургического производства. Компании «Ангара Пейпа» не позволяют начать работы над проектом лесохимического комплекса в Лесосибирске. Край предназначен для инвестиций. И все условия для этого существуют. Технические, экономические. А вот политических условий на тот момент они были, когда мы заходили в шестом году. А потом они потихонечку исчезали. И вот сейчас они вообще прекратились. Край так долго завлекал инвесторов, но к их приходу оказался не готов, считает председатель Союза промышленников и предпринимателей Михаил Васильев. От того репутация одного из самых привлекательных для бизнеса регионов может пострадать. Мы можем отпугнуть потенциальных инвесторов, которые не будут вникать в юридические тонкости. Они посмотрят, что из десяти заявленных проектов пять в судах, шесть там отложено, потому что не захотел чиновник, потому что не понравилось губернатору, потому что люди выступили против. Одного этого достаточно, чтобы серьезные люди не стали вникать в ситуацию. Эксперты считают, что новые сторонники ферросплавного завода могут поставить губернатор Льва Кузнецова и мэра Красноярска Эдхама Акбулатова в сложное положение. Ведь ранее лидеры обещали не допустить строительство предприятия. Добавлю, что лидеры общественного объединения «Красноярск против» уже поставили под сомнение выводы правительственной комиссии. Они готовы стоять до конца. А если у вас есть свои новости, звоните лично мне, мой телефон 292-9127. Или пишите на наш сайт afontovo.ru. Виталий Поляков, Дмитрий Яковлев, Афонтова новости.